Библейский портал экзегет.ру представляет В рамках портала экзегет.ру мы продолжаем лекцию о Священном Писании и сегодня мы говорим о третьей главе послания святого апостола Павла к Колоссянам. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит и десную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним в славе. Что значит «мы умерли»? Апостол объясняет это несколько раньше, он говорит о святом крещении. В святом крещении мы приобщаемся к смерти и воскресению Господа нашего Иисуса Христа. Мы умерли для нашей прежней жизни и воскресли к новой. В нас уже присутствует эта смерть для прежней жизни, смерть для греха и новая жизнь, которую нам дает Христос. Но это не значит, что наша жизнь внезапно и сильно переменилась. Конечно, она будет меняться постепенно, но она уже в нас новая жизнь есть. И вот как говорит апостол. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие, уст ваших, не говорите уже друг другу, совлекшись в ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос». Что значит эти слова? Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение. Как-то давно, я не вспомню название этого фильма, но действие там происходит где-то в России в 19 веке, и один человек решил притвориться мертвым. Его преследуют кредиторы, они его окончательно достали, и он решает пойти на такую уловку. Он ложится в гроб в комнате, и он поручает слуге всем объяснять, что барин померлес. И вот приходят кредиторы требовать с него денег, и их встречает слуга, говорит, вот барин померлес. Ну, кредиторы не верят, возмущаются, требуют показать, они входят в комнату, ну, видят, лежит барин, значит, в гробу, и, значит, глаза его закрыты, вроде все померл. И что значит, что он помер? Это значит, что с него ничего нельзя взыскать. Это значит, что он свободен от всех претензий, которые к нему можно было бы предъявить. Если человека разыскивают за преступление, для того, чтобы его наказать, то все эти розыски, все эти попытки наказать, они кончаются, когда человек умирает. Человек умер, дело закрыто. То, что мы умерли в крещении, означает, что дело против нас, за наши грехи, закрыто. Его больше нет. Мы умерли в этом отношении, в том, что к нам больше нет претензий, нас больше не преследуют наши грехи. Но мы также умерли для греха. Мы призваны умертвить земные члены наши. То есть, вот то, что относится к греху, то, что не угодно Богу. О чем здесь идет речь? Конечно, мы выходим из купеля крещения. Для многих это глубоко волнующий опыт. Но мы замечаем, что в нас продолжают действовать наши греховные привычки. Нам предстоит с ними бороться. Но мы мертвы для них в каком отношении? Я помню, как я как-то меня в молодости, меня чуть не взяли в армию, и меня уже успели обреть. То есть, я был, значит, бритоголовый. И как-то я... Это были военные курсы. Там было, значит, озеро. И я там просто купался в плавках. И там была какая-то группа офицеров. И они стали мне строго выговаривать. Что ты тут вообще делаешь? Почему ты не в части? Я им сказал, я не призван, я не военный, не солдат. И они от меня тут же отстали. Но они меня, очевидно, приняли за новобранца из-за того, что у меня была обритая голова. Я... Ну, тогда я был просто, значит, в плавках. Меня без формы или без гражданской одежды было непонятно, кто я такой. И они решили, что я нахожусь под их ведомством. Но быстро выяснилось, что это не так. Когда человек отслужил в армии, и он встречает офицера на улице, он непроизвольно отдает честь. Он привык за два года это делать. И у него сохранились привычки военнослужащего, хотя он больше уже не служит. Он больше уже не находится под этой властью. Он не обязан больше отдавать честь военному. Это даже немножко странно выглядит. Но у него эта привычка сложилась. У нас сложились привычки нашей жизни без Бога. Это привычки не только наши личные, которые мы приобрели, если мы обратились взрослыми. Это привычки мира вокруг нас. Это привычки культуры вокруг нас. Мы привыкли брать под козырек этому миру. Мы привыкли действовать в этом мире так, как будто этот мир нам хозяин. Так, как будто мы ему обязаны. Но апостол говорит, вы умерли для этого мира. Вы больше ему не должны. Вы не должны жить по привычкам этого мира. Вы не должны жить по ценностям этого мира. Вы теперь оставили этот мир позади. Вы физически продолжаете находиться в этом мире. Вы физически продолжаете находиться в этом деле. Но вы в одном очень важном отношении его покинули. Вы уже не в его юрисдикции. Вы уже не обязаны ему повиноваться. Вы уже находитесь под другой властью. У вас есть другой хозяин. У вас есть другой царь. И человек, который умер для мира, он может ответить на призывы греха вот этим коротким сообщением. «Я умер. Меня здесь нет больше. Пойдем кого-нибудь обругаем, кого-нибудь оскорбим, кого-нибудь оклевещим. Не могу, я умер. Пойдем пьянствовать. Не могу, я умер. Пойдем еще сделаем какой-нибудь грех. Не могу, я умер. Я умер в крещении для греха». Мы можем об этом забывать. И мы можем действовать так, как будто мы все еще обязаны этому миру. Как будто мы все еще под его властью. И апостол говорит, умертвите земные члены ваши. Вы больше не обязаны так жить. Вы больше не живете в этом мире. Вы больше не подчинены этому миру его привычкам. Когда вы чувствуете порыв к какому-то греху, вы чувствуете, к примеру, раздражение и, соответственно, склонность впасть в сквернословие, вы можете сказать себе, «Я умер для этого. Я больше не нахожусь под властью этого мира. И поэтому мы должны умертвить земные члены наши, будь, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идовослужение». Мы все это должны отложить. «За которой гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда жили, когда обращались между ними. Теперь отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречия, сквернословие от уст ваших». Мир, в котором мы живем, заявляет на нас определенные требования. Если мы столкнулись с оскорблением, кто-то нас обругал, кто-то с нами обошелся несправедливо, этот мир говорит, ты должен отомстить, ты должен себя поставить как-то, ты должен ответить на это гневом, яростью, ругательством. И иногда это получается очень смешно. Люди, которые друг друга не знают, не узнают, не увидят, вообще живут в разных странах, обмениваются длинными-длинными-длинными очередями оскорблений в интернете, там на 500 комментариев, на 1000 комментариев, потому что каждый хочет оставить за собой последнее слово. И вот апостол говорит, да отложите это все. Отложите гнев, ярость, злобу, злоречия. Вы больше не обязаны этому миру. Вы не обязаны играть по его правилам. Вы не обязаны следовать его порывам. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос. Вот здесь апостол использует очень важный для него образ облечься и совлечься, то есть раздеться и одеться. Вот в этой ситуации, когда со мной заговорили офицеры, было непонятно, кто я такой, потому что я был в плавках, я был ни в гражданском, ни в военном. И если бы я был в форме, было бы понятно, что я военнослужащий, я нахожусь под их законной властью. Если бы я был в гражданке, было бы понятно, что я не их. И одежда, она часто указывает на статус человека. Мы знаем, что есть там полицейские формы, и мы там не станем подчиняться какому-то случайному человеку, но мы, вероятно, будем подчиняться полицейскому форме, потому что она указывает на его законную власть. Есть врачи в белых халатах, и мы понимаем, что мы не будем слушать там медицинские советы любого первопопавшегося человека, но белый халат, он показывает, что это врач, что у него есть квалификация, он может давать на медицинские советы. В сословных обществах было очень важно, во что человек одет, потому что это указывало на его статус. И сам человек себя видел по-другому. Я как-то видел очень интересный ролик, как люди нашли какого-то бродягу очень грязного, очень неухоженного, в какой-то очень грязной одежде, заросшего, и его подстригли и переодели. И этот человек, просто сменив одежду и сменив внешний вид, у него изменилось выражение лица. Он стал вести себя совершенно по-другому. Он уже стал чувствовать себя не бродягой, он стал чувствовать себя человеком, у которого есть место в жизни, который не выброшен из этой жизни. И мы призваны совлечься ветхого человека, того, что у нас было раньше, той одежде, которую мы носили раньше, ту форму, которую мы носили раньше, и одеться в нового человека. То есть облечься во Христа. Как если бы мы поступили на службу Христу и носили его форму. Как если люди устраиваются на работу, и они там носят профессиональную какую-то форму. Мы теперь принадлежим Христу, мы одеты в эту одежду, и вся наша жизнь изменилась. Мы по-другому видим себя, мы по-другому реагируем на других людей. Мы обновляемся в познании по образу создавшего его, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос. Почему апостол говорит об эллинах и иудеях? Дело в том, что в древнем мире человечество разделялось на две группы. На иудеев, которые знали и чтили единого истинного Бога, и эллинов, то и всех остальных. И между ними существовали достаточно напряженные, иногда достаточно неприятные конфликтные отношения. И апостол говорит, в Иисусе Христе все это снято, все это убрано. Уже не важно, вы иудей, эллин, варвар, скиф, раб, свободный, не важна ваша национальность, не важно ваше происхождение, не важен ваш социальный статус. Все вы одно во Христе Иисусе, все и во всем Христос. Вы теперь стали членами нового народа, Церкви Божией. У вас есть новая идентичность, вы христиане. И далее апостол продолжает. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг от друга и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более всего облекитесь в любовь, в которой есть совокупность совершенства. Итак, облекитесь, мы уже говорили об этом образе одежды, как избранные Божии, святые и возлюбленные. О ком здесь речь? Кто эти избранные Божии, святые и возлюбленные? Апостол обращается ко всем христианам, то есть он обращается к членам Церкви в колоссах, и он обращается через них ко всем нам. Апостол сообщает нам, что мы являемся избранными Божьими, святыми и возлюбленными. Это может шокировать, потому что у нас, ну, слово «избранные», как мы говорили, он имеет несколько, имеет такой немножко снобистский оттенок. Вот, вы избранные, а мы, значит, мы избранные, а вы нет. Но, на самом деле, в Библии речь идет об избирающей Божией любви, о том, что мы, каждый христианин является Божьим возлюбленным избранником. Бог каждого из нас избрал лично. Святые, то есть отделенные для Бога. Мы сейчас используем слово «святой» в значении не просто христианин, а христианин, который особенно послужил Богу и прославлен Церковью. Но в Библии святые – это просто все христиане, все принадлежащие Богу и возлюбленные. Мы обладаем определенным статусом, у нас есть определенная идентичность. Кто мы такие? Каждый из нас может задуматься над вопросом, кто я вообще такой? Я избранный Божий, святой и возлюбленный. Не значит, что я замечательный человек, потому что я избранный Божий, святой и возлюбленный по Божьей милости, по Божьей благодати. Бог избрал меня, не я чем-то этого добился. Это чистая, незаслуженная милость Бога. Бог подобрал каждого из нас в ужасном состоянии греха, и Бог сделал каждого из нас избранным Божиим, святым и возлюбленным. И мы должны понимать, насколько велика Божья благодать и кем нас Бог сделал. И исходя из этого нашего нового положения во кресте, мы должны вести себя. Что мы должны сделать? Облекитесь в милосердие, благость, миреномудрие, кротость и долготерпение. То есть мы должны облечься во все эти добродетели, потому что они соответствуют нашему новому статусу. Ну, у Марка Твена есть известная повесть «Принцы нищие». Там нищий, который случайно, внешне очень похож на принца, попадает во дворец, все принимают его за принца, все обращаются с ним, как с принцем, а он ведет себя как нищий. Он так привык. Он там колет орехи государственной печатью. И вот представьте себе эту ситуацию, но с некоторой поправкой. Представьте себе, что царь пожелал усыновить нищего. Ну, вот он нашел нищего там буквально на помойке где-то, и он его усыновил. Он говорит, ты мой возлюбленный сын, теперь ты принц, теперь ты наследный принц. И мы понимаем, что в этом нет и не может быть никакой заслуги самого нищего. Его царь подобрал на помойке. Царь был не обязан этого делать. Это чисто акт благодати и милости. Но царь вел его в дворец. Царь его сделал наследным принцем. Теперь этот бывший нищий должен учиться жить, как наследный принц. Да, у него глубоко укорененные привычки нищего. У него глубоко укорененные привычки человека, который живет на улице, ворует и имеет все эти глубоко въевшиеся привычки такого нищего социального элемента. Но теперь он наследный принц. Теперь он должен исходить из того, что он наследный принц. Христианин должен исходить из того, что он теперь избранный Божий, святой и возлюбленный. И он должен учиться жить, исходя из этого факта, исходя из этой новой реальности, которую он приобрел в крещении. Нужно облечься в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение. Мы знаем, что наш мир, он преисполнен агрессией, он преисполнен враждебности. Вот достаточно зайти в социальные сети, где люди не боятся, что их поколотят. И видно, как любое разногласие моментально превращается в выплеск самых негативных эмоций. Люди страшно ругаются между собой, иногда о политике, иногда, увы, о религии. Но люди могут разругаться там на тему вообще, какая марка мобильного телефона лучше. То есть по самым бессмысленным поводам. И вот христианин, он резко отличается, он резко выделяется из этого мира тем, что христианин по-другому говорит, по-другому себя ведет с людьми. Христианин не агрессивен. Христианин облечен в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость и долготерпение. И мы облекаемся в эти добродетели, исходя из того, кто мы есть на самом деле. Мы не обязаны быть злыми, мы не обязаны кипятиться, мы не обязаны отвечать ругательством на ругательство. Мы исходим из совершенно другой установки. В нас встроена совершенно другая прошивка. Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос вас простил, так и вы. Мы научаемся прощать других людей, когда мы приходим к сознанию того, что Христос нас простил. Я знаю, что я прощен Христом, и поэтому я могу прощать других людей. Более всего облекитесь в любовь, в которой есть совокупное совершенство. И да в водычествую в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово довселяется в вас обильно, со всякой премудростью. «Научайте и выразумляйте друг друга псалмами, словословием, духовными песнями, во богодати воспевая в сердцах ваших Господу. Вы все, что делаете, словом или делом, делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». То есть мы призваны все, что мы делаем, делать во славу Божию и служа Иисусу Христу. Человек, который делает самую простую работу, например, человек, который убирает двор, чистит снег, он делает это во славу Божию. Он помогает людям, он проявляет любовь к ближним и делает это во славу Божию. Любая самая простая работа может и должна превратиться в служение Богу. И далее апостол дает ряд наставлений относительно поведения, которое прилично христианам. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти. Не в глазах только служаем, как человекоугодники, но и в простоте сердца, боясь Бога». И тут вот этот момент может вызвать у современного человека непонимание, потому что апостол не ругает рабство, не прицает его, но говорит «рабы, будьте добросовестными рабами, добросовестно исполняйте ваши обязанности». Для апостола Павла рабство было социальной реальностью, которую он не мог изменить, и его беспокоило, как в рамках этой социальной реальности человек должен себя вести, чтобы быть наследником вечного спасения. И апостол говорит «добросовестно исполнять свои обязанности». То есть, если вы являетесь наемным работником, если вы занимаете подчиненное положение в какой-то иерархии, добросовестно выполняйте свои обязанности. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. То есть, христианин – это человек, который ведет себя добросовестно по отношению к людям, исполняя свои обязанности, как если бы он исполнял их непосредственно для Господа. «Зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у него нет лицеприятия». И мы продолжим читать наставление апостола в 4 главе.